Привет, друзья! С вами Растафари, и это второй новостной дайджест Револейшн. Сегодня мы поговорим про общий стресс-тест, продление сроков ЗБТ, бросим первый взгляд на концепт классовых локаций, которые скоро должны появиться на Китае, посмотрим короткий ролик, посвященный выходу нового класса Ассасин, и немного посмотрим на новые навыки для всех классов. Ну и, конечно, недвижимость, виллы с видом на море, в общем, посмотрим все фишки обновления Нирвана в китайской версии игры. Ну и, наконец, немного коснемся и шопа в русской версии тоже. Но обо всем, как обычно, по порядку. А для начала реклама спонсора видео. York.net, новая биржа игровой валюты. Продавай и покупай по лучшим ценам. Золото в играх, а также различные услуги драйверов и прокачки ваших персонажей. Гарантии качества, заходи и проверь сам. Все контакты в описании к видео, друзья. Итак, друзья, начнем, конечно, с новости о продлении ЗБТ. Цитирую официальный сайт игры. На финальном этапе тестирования перед игроками стояла задача проверить огромное количество контента в очень сжатые сроки. Чтобы все успеть, мы приняли решение продлить тестирование еще на целую неделю. В общем, финальный этап продлен до 23.59.19 декабря. То есть, фактически до 20. И вот тут, пожалуй, стоит сразу поговорить о сроках старта. Я фанговал на 20 число и данная новость автоматом 100% ставит крест на данных сроках. Что это в итоге значит для нас? Да то, что срок запуска сбегается минимум на неделю. А скорее всего и больше относительно прошлых 20 чисел. Хорошо это или плохо? С одной стороны, за эту неделю тестов получится выявить оставшиеся ошибки. Доработать серверную и клиентскую часть. Ибо осады показали, что проблемы еще есть. Но это тема уже следующего отдельного видео. С другой стороны, вряд ли старт будет за пару дней до нового года. Так что ранний старт и ОБТ, скорее всего, начнутся уже в 2017 году. Для тех, кто, как и я, планировал отпуск не дома за компьютером, новость хорошая. А вот для других, наоборот, плохая, но как бы уже ничего не поделать. Более того, уже с 15 числа ЗБТ плавно перейдет в общий стресс-тест. Продлится он опять же до конца ЗБТ. Mail.ru просит всех пользователей заходить в игру в этот период с 5 до 8 вечера. И принимать участие в ПВЕ и ПВП активностях. Мне не очень понятно, почему обозначены именно эти временные рамки. Как я понял, доступ будет открыт круглосуточно для всех с 15 числа. Но да ладно. В любом случае, если вы еще не успели попробовать револейшн сами, то у вас будет такая возможность. Прокачайте персонажа до 21-го, это дело буквально часа полутора. И дальше на сайте повышайте до 60-го, получайте набор экипировки. И вперед изучать доступный на ЗБТ ПВЕ и ПВП контент. Особо не тратя время на долгую прокачку. Хотя минимально подготовить персонажа, поточиться и разобраться в нем все же придется. В любом случае, кроме прочего, сегодня на ЗБТ завезли и игровой магазин. Всем обладателям персонажей выше 19-го уровня дали по 200 кристаллов, что в общем-то достаточное количество для покупки премиумов и теста внутриигрового магазина. Кроме того, уже сейчас доступно и покупка-продажа дана от валюты за монеты на внутриигровой бирже. На ЗБТ в шок не стали добавлять маунтов и костюмы, но судя по ценам и курсу, готовимся к маунтам в 2-3 тысячи рублей и идентичным ценам на костюмы. Благо, за глаза хватает маунта с наборов раннего доступа, да и даже без него профита там с маунтов практически нет, все добывается в игре. Маунты тут чисто дело вкуса и понтов. Более подробный состав магазина, пользу от отдельных товаров я покажу в отдельном видео чуть позже. А пока немного пройдемся по китайской версии игры, где уже совсем скоро в игру обещают добавить особые классовые локации, в которых будут доступны уникальные цепочки заданий и различные плюшки для ваших классов. Все это, конечно же, идет в рамках обновления Нирвана вместе с новым игровым классом и кучей других изменений. Информации по этим классовым локациям пока что очень мало, но уже сейчас можно посмотреть, как они будут выглядеть, хоть и в виде вот такого концепт-арта. Как я понял, принцип этих классовых локаций будет во многом похож на гильдийские базы. И мы также будем их по-своему развивать. Вот так вот выглядит локация для стражей. С гугл-транслейта она называется Храм Служителя Драконов. Похожую крепость, но в других тонах дадут и рыцарям. К сожалению, дальнейший гугл-перевод этих локаций получается в виде какого-то бреда, так что ждем русских версий. Магам придется зимовать в местной крепости одиночества. Классовый оплот стрелков или классовая локация, кому как удобно, позволит погрузиться по уши в песок и песчаные бури. Я назвал их классовым оплотом именно потому, что мне это напоминает идентичную механику из последнего дополнения к World of Warcraft. Друиды продолжат тематику природы и скорее всего грибниц. Жнец погрузится в мрачные пещеры и различные энергетические кристаллы. А вот база Ассасина будет выглядеть как какая-то локация среди снегов во мгле. В общем, концепты довольно просты и соответствуют общему духу каждого игрового класса, как мне показалось. Помимо классовых локаций, уже совсем скоро обещает в игру добавить и новые классовые умения. Прям вот ролик, созданный специально для моей дикции. Класс, классовые локации, сколько слова класс. В любом случае, будут ли новые умения умениями ярости или же просто обычными скиллами, пока со стопроцентной вероятностью говорить рано. Смотрим короткий ролик, подготовленный разработчиками игры, а потом вместе пытаемся сделать выводы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, кому какой скилл больше понравился? Вот еще одна вертушка у рыцаря выглядит, ну, очень круто, но как-то прям вот очень шаблонно. А вот умения друида и женица мне очень понравились. На видео у всех умений явно небольшая перезарядка, так что, скорее всего, это именно новые обычные умения, а не какие-то скиллы ярости. А вот что думаете вы, пишите в комментариях к видео. Про новые ПВП события для гильдий и игроков я расскажу чуть позже, а пока посмотрим на Ассасина. Новый игровой класс, про который я уже вкратце рассказывал в своих предыдущих видео. Сегодня у нас есть возможность посмотреть на короткий ролик с его умениями и анимациями этих умений. Погнали! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, ну как вам? Анимации, по-моему, шикарны, а по стилистике класс напоминает ниндзю из Блэк Дезерта. На видео четко видно его огромное количество контролей, мобильности, да и, в принципе, сами по себе умения довольно разнообразны. Тут вам и ближний бой, и средняя дистанция, и различные блинки и сокращение дистанции между вами и врагом. Класс обещает выйти очень динамично. Главный синематик, посвященный выходу этого класса, мы посмотрим в конце видео, а пока попробуем разобраться в описании новых ПВП событий, которые, опять же, должны добавить вместе с обновлением Нирваны 16-го числа. Первое, что нас ждет, если переводить название дословно, новый ПВП режим Национальной Лиги Сражений Между Гильдиями. Сражение будет проходить в несколько этапов, а-ля как различные чемпионаты в несколько раундов. В итоге должны остаться только лучшие гильдии из лучших. Китайцы пишут, что такая система должна дать больше логики и фанна в сражении между гильдиями. Но я так и не понял, это все-таки обновленные межсерверные битвы, или какие-то сражения внутри одного сервера? Как это будет выглядеть? Будет ли это заменой какого-то старого ивента, или это будет именно новый? Узнаем 16-го числа. Второй же ПВП-эвен будет завязан именно на воздушных шарах. Назвали его Ежеквартальные войны, так что это точно будет какой-то новый ПВП-эвент. В дни подготовки к запуску ивента вам нужно будет выбрать, будете ли вы участвовать за сторону атаки, или же за сторону защиты. В один день будет запись за одну сторону, в другой день за другую, судя по тому, что мне выдает переводчик на вот данной странице. Кому интересно, я оставлю ссылочку на саму новость в описании, попробуйте перевести и пишите в комментариях, вдруг я был неправ. В какой-то определенный день будет стартовать само событие, и после нападения на лагерь и уничтожения местных МПС, на земле будет оставаться вот такой вот ящик с припасами, который, как я понял, надо доставить с помощью того же воздушного шара в какой-то из своих лагерей. Текст переводится очень криво, ждем опять же фактического добавления в игру 16-го числа. Конечно, из-за сложности в переводе пока что непонятно, насколько это будет интересно и востребовано фактически, но как минимум необычные новые механики, взаимодействие и прокачка своего воздушного шара, это уже что-то клевое. Очень надеюсь побыстрее посмотреть это в игре. Что касается другого контента, то скоро в игру добавят вот такие вот виллы с видом на море, которые можно будет по-своему чуть-чуть обустраивать, опять же непонятно как это будет работать, скорее всего небольшие инстансированные дома, а-ля как это сделано с гостиницей черепах или как она там называется. В общем особо ничего нового, но тем не менее дальнейшее развитие недвижимости уже неплохо. Друзья, пишите свое мнение в комментариях, кому что понравилось и почему. Пишите свои вопросы, постараюсь опять же там на них ответить. У меня же на этом по Revelation на сегодня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ведь это их количество и зависит когда выйдет следующее видео, так что давайте соберем хотя бы 400 лайков. Наборы раннего доступа уже скоро должны убрать из продажи, так что переходите по ссылкам в описании, ну и конечно на экране. Я оставляю вас смотреть синематик Ассасина, который разработчики подготовили к выходу класса. Ролик в лучших традициях синематик Фат Близзард во многом даже лучше, чем то, что они делают. Приятного просмотра, друзья! Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok